Подарить настоящую рождественскую сказку тем, у кого в этой жизни есть немало причин в нее не верить. Сегодня в руле добрых волшебников, исполняющих желания детворы, члены молодежного братства имени святого преподобного мученика Афанасия Брескова. Сладкие гостинцы – атрибут обязательный. Свой подарок особенным детям преподнес и детский хор воскресной школы Свято-Симеоновского собора. Конечно, родителям терпение, не должно быть уныния. Вы знаете, в таком состоянии Господь как никогда близко к этой семье, к этим детям, как никогда близко к этим родителям. Но, конечно, родители должны понимать, что это крест, его надо терпеливо нести, никогда не надо роптать, не надо унывать. Надо молиться, и Господь будет помогать, будет облегчать эту ношу, которая, конечно, не всегда она проста, но ее нести надо. Каждый из нас несет что-то, что-то свое, что нам помогает ориентироваться в жизни. Сегодня на празднике в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА порядка 70 особенных детей. Маленькие воспитанники учреждения не только принимали подарки, но и поздравляли своих гостей в ответ. К встрече ребята готовились заранее, репетировали сценки, придумывали поздравления. Родители признаются, что благодаря подобным встречам свет в душе становится ярче. Такой подарок подобен лекарству, и чем больше радости, смеха и улыбок, тем лучше. Ведь для ребят они, в прямом смысле слова, порой бывают чудодейственны. Вера – это самое главное для меня, она помогает в современном мире нам жить, так же, как и все, и может быть даже лучше, и справляться с трудностями. Для детей это как будто бы светлый луч все-таки. Это праздник в душе, этот заряд будет с нами на протяжении следующего года, этого года, потому что это положительные эмоции, а всем известно, что положительные эмоции всегда – это путь к выздоровлению. Самый волнующий момент – встреча с владыкой. Для детей были подготовлены десятки гостинцев. Но самое главное – не только подарки, а доброе слово архиепископа. Ласковый, теплый, наполненный любовью взгляд на болеющего ребенка, на путстве и благословение. Родители всегда должны помнить, что дети впитывают и доброе, и плохое, все в себя. Иногда родителям кажется, что ребенок не видит, не замечает, как ведут себя родители, что они делают, в каком они состоянии. Но ребенок замечает все. Сегодня, как никогда, должно быть терпение и мудрость в поведении. Высокопреосвященнейший Иоанн посетил ряд учреждений, где поздравил с Рождеством детей с особенностями развития. И сомневаться не приходится, что праздничное настроение и яркий душевный свет не покинут ребят как минимум целый год.